Вот и настал этот долгожданный момент открытия фестиваля «Евразийский мост». В церемонии открытия началась пресс-конференции. Организаторы рассказали об особенностях проведения фестиваля в этом году. Никита Михалков заявил, легендарная Ялтинская киностудия будет восстановлена. Никита Сергеевич, к вам вопрос. Я мечтаю, чтобы можно было приехать в Крым, какое-то место на Ялтинскую студию, и ты понимаешь, что там есть все, что тебе нет. Ты везешь с собой актеров, везешь с собой только то, что необходимо. И, конечно же, если бы это было возможно, я бы очень хотел здесь снимать, потому что здесь сама атмосфера поразительная. Фестиваль «Евразийский мост» впервые прошел в 2016 году. Программа по традиции состоит из двух частей. Основной конкурс, на котором представлены игровые документальные фильмы и внеконкурсные показы. На них зрители увидели современные картины. Вот и настал этот день. Красная дорожка вокруг звезды. И все это ради одного долгожданного события кинофестиваля «Евразийский мост». Сегодня здесь собрались все те, кто действительно любит и ценит кино. Первыми на красную дорожку вышли члены жюри и почетные гости фестиваля. Актриса и телеведущая Олеся Судзиловская признается, судить коллег – дело непростое. Билась за одну артистку. Даже не буду сейчас говорить ее фамилию на фестивале. И понимаю, что я должна выполнить миссию, потому что я ее в прошлый раз не отстояла. Ведущая церемонии награждения Алена Чехова рассказывает – Крыму впервые, но даже за столь короткое время успела влюбиться в наш полуостров. Я прилетела вчера и за вчерашний день успела уже и покупаться в море, и сделать обертывание грязями местными. И успела даже расслабиться перед фестивалем. Мне очень здесь нравится, и я уверена, что сюда я приеду еще в октябре на бархатный сезон, потому что море просто потрясающе. Люди, доброжелательные, очень гостеприимная атмосфера. Актриса Эвелина Блёнденс, известная по сериалу «Одна за всех» и фильму «Любой в большом городе», признается – любит Крым в любое время года. Как может быть плохо в бархатный сезон в Ялте? Мне кажется, сейчас самое золотое время для того, чтобы здесь быть, смотреть хорошее кино, общаться с хорошими людьми и купаться в море. Всего на конкурсе представлено два десятка кинолент. Они соревнуются за главный приз фестиваля – лучший фильм года. Среди претендентов уже известные зрителю «Викинг», «Время первых», «Дуэлянт», «Коллектор» и многие другие. Имена победителей почетное жюри назовет уже во вторник, 19 сентября.